И снова всем здравствуйте! Снова мы на моей кухне, и сегодня я хочу еще вас познакомить с одним замечательным рецептом Донским сатэ. Вот вы знаете, лето уже не за горами, и я знаю, что многие сейчас уже активно готовятся к пляжному сезону, многие девушки и женщины мечтают похудеть, конечно. Итак, поехали! Нам понадобится мясо. Вот у меня здесь взята куриная грудка и индейки грудка. Я сейчас ее очищу от кожицы. Вот. Но вы можете взять мясо говядину, мясо ягненка, можно даже, наверное, мясо нежирной свининки взять, но свининка все-таки как-то жестковата. Вот я думаю, что, наверное, курица, если уж совсем говорить о диете, либо говядина. Я сняла шкурку с мяса, с кожуры. Если вы берете так же, как и я, индейку и грудку курочки, значит, снимаем шкурку и нарезаем кусочками. Вот такими достаточно крупными кусочками я волшебным образом нарезала мясо. Мы берем вот такую емкость для запекания в духовке и постепенно слоями сейчас будем укладывать. Вот я укладываю мясо слоями. Мясо я беру ровно столько, чтобы хватило на два раза, на два слоя. Дальше я мелко нарезаю чеснок. Вот таким образом. И хочу еще раз напомнить тем, кто не смотрел мои ранние видео, что чесночок нужно все-таки вот шинковать, нарезать. Не стоит чеснок тереть на терке. Не знаю почему, но вот так происходит, что чеснок мелко нарезанный, он гораздо лучше и душистее получается в блюде. И мы этим чесноком сейчас посыпаем мясом. Вот так. Теперь немножко лаврушки мелко крошите и молотый черный перец сверху. Вот так. Следующий слой мы нарезаем тонко луковицу. Примерно 5 миллиметров, 5-7 миллиметров толщиной. И укладываем вот эти кольца поверх нашего мяса. Вот так уложили. Теперь мы такими же тонкими кольцами нарезаем помидор и укладываем его сверху в нашу посуду для закипекания. Мы чистим и нарезаем кабачок такими же колечками. И мы это также укладываем колечками в наш кабачок. Таким же образом я нарезаю колечками баклажан. Но обращаю ваше внимание на то, что я баклажан не чищу, а просто хорошо мою. Потому что вот эта баклажанная корочка, она придает специфический пикантный вкус. Не знаю, если желаете, то можете баклажан почистить. Но я не чищу. Такими же кольцами я нарезаю сладкий перец. Как вы уже догадались, я его укладываю красиво сверху. Сверху оставшийся у нас слой мяса. И точно так же теперь на мясо чеснок, перец и немножечко лаврушки. Вот так красиво у нас получилось. Теперь мы солим по вкусу. Соль я употребляю вот такую, очень полезную. Вы можете употреблять, какую вам нравится. Мы закрываем все это фольгой. Вот так. И запекаем на очень медленном огне в духовке. Как минимум минут сорок. Только очень медленный огонь, чтобы у вас ничего не горело. Сорок минут. Сорок пять. Вот так. Я показала данное блюдо на двух человек, потому что, как вы видите, у меня каждый слой получился один, но только мясо два слоя. А вообще, если вы готовите на семью, то вы можете, конечно, уложить, взять большую довольно-таки емкость и уложить слоями несколько. Вот так вот чередуя несколько слоев. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот через 45 минут, друзья, вот такое замечательное блюдо у нас получилось. Я его посыпала, конечно, зеленью, укропом. И я, конечно же, его попробовала. Вкуснятина, друзья! Просто обалденная! Приятного вам аппетита! Всем желаю! Всего вам доброго! Увидимся вновь на моем канале! Спасибо! Пока-пока!